всем привет с вами юля сегодня у нас суббота какое число 15 15 число и я решила сделать включение у меня появилось настроение снять видео есть какие-то новости моей рукодельной жизни я хочу с вами поделиться моими продвижениями покупками то что у меня произошло за эти две недели мая было много праздников и в эти дни я мало вышивала мы ездили к друзьям у нас произошло послабление карантина открылись ресторанчики кафешки конечно же хотелось выехать немножко к морю погода замечательное посидеть попить кофе у моря встретиться с друзьями мы на карантине с 6 ноября поэтому конечно для нас был большой праздник и в первомайские праздники когда совпали с пасхой эти дни очень было много людей все все старались куда-то выехать на природу к морю найти место в ресторанчике и в кафешке было сложно но так как здесь все таки туристическая страна много ресторанчиков и кафетерии всем всем хватило места все уместились и конечно было очень здорово итак мои новости что я вышивала в эти дни какие продвижения ну во первых перед вами уже я не делаю какую-то интригу а сразу вам показываю что у меня есть я в эти дни вышивала набор фирмы джан лин 4 сезона птиц вот перед вами обложка и перед вами то что у меня уже получается и половина работы готова практически но за исключением вот тут не хватает нескольких крестиков ну можно считать половина работы я начала с весеннего окошка перебралась в летнее окошко но и меня ждет осенний осенний меня особенно нравятся этими цветами желтые вот эти птички тут у нас чижики не чижики забыла как птичка называется и останется потом зимние зимними мне нравится меньше всего там может быть когда вышлется на преобразиции я ее полюблю почему там такая грустная здесь одинокая птичка нужно было сделать здесь каких-то веселых снегирей наверное на рябинке ну или кардинала чтобы тоже было поинтереснее ну хотя я не имею ничего против этой птички тоже все симпатично но как-то она здесь смотрится грустно здесь мы видим наверное это птичка пара здесь вот с гнездо яйца все цветет все так весело и хорошо здесь тоже летний летняя кошка сойка тоже эту птичку не знаю с красной шапочкой осенняя тоже симпатичная симпатичная кошка тоже здесь птички весело клюют корм листочки падать но тем не менее есть какое-то тепло а вот и мне получилось такая грустно ну ладно в общем что я вышивала за эти две недели у меня очень большие продвижение я ставлю фотографию то как было и сейчас вы видите что достаточно многое я продвинулась у меня было бы что то вот так без пик стеча я вышила полностью все все крестики вышила весь бы к стече завершила рамку и вот вышивала я бэкстич на этом окошке бэкстич у меня получилось ну там около тысячи крестиков чуть больше чуть меньше потому что какие-то были крестики пропущены я их тоже зачеркивала примерно тысячу у меня ушло вот именно на бэкстич его здесь очень много прям вот он такой дробный мелкий везде вот тут всякие листиках жилки ягодки сеточкой вышиваются все-все вот это вот у нас здесь бэкстич вот птички скворечник тут разные линии тоже бэкстичи единственное что в этой работе я заменила бэкстич на листочках вот зеленые листики половинку вышиваются коричневым часть листиков коричневым а часть должны были вышиваться серым цветом вот здесь я вышила первый листик тоже постараюсь вам показать покрупнее вот серым цветом и все остальные должны были вышиваться серым ну мне не понравилось как смотрится серым цветом может быть когда они в наборе делали разработку там был серый немножко другого оттенка и он гармонично смотрелся но здесь мне не нравится тоже я в этом летнем окошке в весеннем тоже менял этот серый цвет на зеленый и я взяла зеленые потемнее просто вот этим цветом уже выполняла бэкстич летняя кошка у меня шло намного быстрее веселее интереснее я его вышивала по схеме по бумажной я уже не привыкла и по бумажной схеме вышивала а весенние я вот вспоминаю особенно начала я чуть не плакала настолько мне тяжело давался этот сюжет эти три четвертые креста это все смешение мне казалось это настолько тяжелая неподъемная работа я вот правда и знаете настолько двоякие впечатления как мне тяжело вышивалась вот здесь и как здесь уже вышивалась намного легче может быть привыкаешь к дизайну поэтому уже нет каких-то сложностей но вот такие вот мои впечатления здесь очень было тяжело не прямо я прямо со страхом каждый раз брала в руку эту работу а здесь мне уже было намного легче интереснее веселей да конечно я тоже делала перерывы я вот когда вышла все крестики казалось бы возьми выше бы в стечь ну вот я поняла что нужно мне сделать перерыв отдохнула недельку рулетка нам опять выдала эту этот дизайн ну я решила что время пришло нужно нужно выполнять и бэкстич и потихоньку в течение двух-трех дней я этот бэкстич вышел они сразу не за один вечер потому что тоже все это кропотливо и устаешь ну вот перед нами сейчас уже готовый результат очень ярко очень красиво смотрится стараясь показать ему поближе сегодня снимаю на телефон потому что штатив на работе остался я сегодня не хотела ничего снимать не планировала вот так у меня время свободное появилась немножко жду сейчас нам должны привезти какую-то мебель ну там кресло еще что-то и уже вторую неделю занимаюсь шкафами перебираю вещи я немножко поправилась точнее поправилась не сейчас поправилась еще год назад но хранила какие-то вещи в надежде что я может быть вернусь в свою весовой категории вижу что не возвращаюсь на конечно похудела но все равно еще не возвращаясь и решила от старого всего избавиться освободить шкафы чтобы было мне легче дышать но когда похудею я я куплю все новое решила себе вот так вот как-то себя просимулировать вот что еще по этой работе я вам все рассказала это работа у меня участвует и в совместном проекте райский сад и также в рулетке в теме весна ну как вы понимаете тема весна здесь уже закончилась я уже даже лето вышел а можно сказать и ранее поздняя весна точнее приходящая в лето дальше уже идет осень и зима и этот процесс я никак не могу дальше вышивать в теме весна поэтому он остается в эспе райский сад но из рулетки он уходит так как завершенный и в эту тему я давно уже запланировала другой набор сейчас минуточку я его вытащу из коробочки стоит коробка местная с моими планами и запасами такое шуршание мы вырежем вот очень давно я уже запланировала вот этот дизайн чудесная игла ласковый май ну май месяц поэтому понятно нужно начинается ласковый май вышивать размер готовой работы будет 32 на 32 сантиметра количество цветов 38 цветная схема аэда 14 каунта нитки мулине инструкция игла так давайте его откроем мы посмотрим содержимое набора так открыли ну во первых смотрим схему схема у нас цветосимвольная очень понятная прекрасная схемочка я нормально ориентируюсь по таким схемам вот но она такая очень большая ключ здесь и сбоку с отдельной стороны с инструкцией нужно будет его вырезать бумага плотно не глянцево не бликует супер мне прям очень нравится прям все хорошо хорошо значки тоже здесь такие разнообразные вижу книжечки и птички птички рыбки галочки такие разнообразные значки и плюс они цветные очень хорошо их видно чудесная схемка бумага плотно как я и сказала матовая не глянцево так что будет удобно с ней работать дальше смотрим основы и нитки и вот так у нас красиво выглядят наши ниточки надо сделать сразу фотографию потому что я потом так не сфотографирую так фотографию сделали давайте дальше смотреть содержимое набора иголочка во первых вот так вот держит наши планшетки мы ее убираем давайте посмотрим написано на сколько цветов чтобы мы не читали 38 38 цветов и здесь две планшетки две планшетки много белого вот желтые зеленого много ниточки здесь наверное гамма написано на какие нитки просто написано не написано что но это не пнк это гамма ниточки получше вот фиолетовые сиреневые очень интересные изумрудные вот такие цвета зеленые разные а с этой стороны сиреневые фиолетовые тоже зеленые вот такой тоже цвет интересный серый цвета очень яркие и разнообразные будет вышивать конечно же интересно в плане палитры не скучная палитра у меня там собака просится войти так вот такая у нас палитра красивые красивые нитки и основа основа здесь серого цвета это 14 каунт жесткая достаточно вот по основе у меня есть некоторые сомнения я не знаю то ли мне менять то ли не менять но у меня нет такого цвета это точно а у нас по зашивке что здесь полная зашивка ну практически полная вот у нас остаются здесь вот такие участки здесь видно вот эти участки чуть-чуть совсем вот здесь тоже немножко вот здесь такие вот вазе здесь вот такое пятнышко вот здесь то есть здесь практически полная зашивка есть небольшие участки которые не зашиваются и они тоже играет роль какого цвета будет у нас основа вот мы видим здесь у нас на картинке вот допустим этот уголочек здесь бабочки порхают вот мы видим что здесь вот этот цвет он очень плавно сочетается с фоном и подчеркивает всю основную картину ну не знаю что делать я наверное менять не буду основу все таки оставлю ту которая в наборе аида будет вышиваться полегче цвет хороший и тут небольшие участки поэтому я думаю что не критично прямо эти дырочки глаз резать не будут вот такой наборчик я очень давно мечтала его начать но в связи с моим большим количеством начатышей и с маленьким количеством времени возможного на вышивку конечно я себя немножко притормаживала но тут теперь уже повод такой серьезный мне в игру то нужно вводить новый процесс тем более что он у меня заявлен также в СП райский сад мои цветы должны вышиваться вышиваться потихоньку до 1 октября у нас совместный проект я напоминаю если кто-то подзабыл или хочет еще вступить хотя у нас так уже так много участников но тем не менее так что еще я хочу вам показать так еще я хочу показать вам вот этот процесс это фирма Золотое Руно на охоте я показывала вам в планах на май месяц что я хочу взяться и вести эту работу на завершение сначала так сказала что прямо в мае хочу завершить но потом открыла основы поняла что в мае никак не получится завершить и взялась и просто работаю с этим процессом покажу на каком этапе что у меня здесь получается ну ниточки я вам показывала вот они у меня немножко уже начали запутываться потому что я с ними работаю ну как есть на планшетках они так и есть и вот она схемка склеенная вот что я вышила в этом месяце за неполный скажем две недели вышло все то что отмечено вот таким вот розовым цветом плюс вот тут еще чуть-чуть я вышиваю еще не докрасила небольшой участок не так много как хотелось бы но тем не менее потихоньку работа начала продвигаться сначала вышивала эту работу на пяльцах теперь переодела на кюснапы и вот знаете у меня всегда мне нравилось вышивать на на раме на моем любимом станке настольном это для меня было всегда самое самое удобное на раме и вот в этом году у меня мое мнение немножко изменилось хотя я у меня есть практически все аксессуары которые присутствуют в этом плане кюснапы пяльцы пластмассовые пяльцы деревянные пяльцы нургии запяливающиеся металлическим ободом пяльцы нургии на прямоугольные что еще есть рамы разные у меня есть все я все попробовала и всем пользуюсь периодически но вот в этом году я снова полюбила кюснапы и кюснапов у меня немного у меня я покупала один комплект там три размера вот это у нас средний не помню какой здесь размер 20 на 20 наверное вот и я теперь с этими кюснапами ко всем процессам снимаю с одного переношу на другой просто вот не могу нарадоваться как удобно вышивать на кюснапах не травмируется сильно основа подтягивать легко подкрутил вот эти вот пластмассовые зажимы и все перед тобой область хорошая и легкие в руках можно вышивать в общем у меня такое настроение я сейчас очень люблю кюснапы и везде где могу их переставить забрать с какого-то процесса переставить я пользуюсь этим моментом я забрала такие кюснапики с моих птичек 4 сезона птиц так как я их там до вышивала и вот сейчас повезло нашей собачке на охоте вот он этот участок который вышился у меня за это время совсем чуть-чуть это вот она у нас ножка вот это вышивается теперь я потихонечку двигаюсь вправо нужно зашить по эту линию так будет ровно половина здесь вышиваются у нас лапы собачки щенка птичка вот она выглядывает перепелочка видно я вам показываю то я не вижу что у меня камера снимает здесь да перепелочка вот в начале было сложно втянуться в лица в процесс разобраться где я остановилась какие-то пропуски-то зашивать ну ничего потихоньку я все это вышила и процесс пошел схема у золотого руна очень комфортная понятная легкая нитки хорошие ну в общем нет каких-то проблем вышиваю-вышиваю ну вышиваю я его так я значит на неделю беру тот процесс который у нас выпадает по рулетке это у меня обязательное а потом в зависимости сколько дней остается я значит стараюсь вышивать вот этот процесс и еще один которому мы сейчас перейдем вот поэтому он потихоньку у меня будет вышиваться хотелось бы хотелось бы запланировать до конца мая дошить все-таки этот участок вот ну дальше уже будем будем стараться сколько сколько получится что сделать не все получается так как мы хотим будем стараться идти к цели к намеченному вот это второй процесс над которым я работала в этом месяце и еще один процесс который меня просто влюбил себя захватил я даже не подозревала я показывала тоже вам в апреле на планы на май там у меня произошла техническая неполадка я когда снимала видео у меня закончилось место на на камере я этого не заметила что там получается я рассказывала рассказывала и место на камере закончилось перестала эти записи я не обратила внимание какой-то этап и часть у меня пропала а когда я ждала этот монтаж через день уже соответственно я не могла доснимать потому что я все разобрала уже и времени не было вот такое получилось видео немножко срезанное так вот я планировала в мае месяце начать этот процесс ну просто начать хотя бы посмотреть как у меня пойдут мои как как пойдет и вы знаете меня этот процесс просто захватил я теперь влюбилась в эту фирму уже несколько дней сижу на их сайте рассматриваю изучаю еще наборы конечно ценные ценные ого-го дорогие но я себе поставила цель я уже себе присмотрела наборчик я буду собирать денежку потихоньку в копилочку ну просто не буду тратиться на какие-то другие наборы а буду собирать на один такой вот большой серьезный набор вот кстати мой святой спиридон не такой дорогой с теми другими наборами которые там есть вот ну в общем вышиваю я с спиридона тремифутского наш греческий святой который находится на острове керкера там его мощи находится церковь и я уже рассказывала эту историю ну зрители может быть присоединяются новые еще раз расскажу эту историю то что каждый год в определенные дни открывают как бы его мощи и меняют ему тапочки шьют красные бархатные тапочки и каждый год ему меняют тапочки за год эти тапочки сношены и существует такое такая история что спиридон очень сильно любил свой остров керкера он заботился о людях особенно помогал бездомным поэтому это тот святой тот редкий случай к которому часто обращаются люди за помощью у кого проблемы с недвижимостью кому негде жить либо еще какие-то проблемы он помогает всем с этими вопросами и также парам у кого нет детей и существует значит такая история что спиридон так сильно любил любит керкера свой остров что он не ушел а остался там и вот он день за днем обходит остров заглядывает у них дома помогает тем кто нуждается и поэтому тапочки стаптываются и снашиваются дырочки появляются и каждый год ему тапочки меняют а те тапочки которые уже сношены их разрезают такими квадратиками кусочками и специальных таких конвертиках раздают людям когда там есть этот праздник вот такая интересная история я когда увидела эту икону я поняла что мне нужно его вышить это же наш святой греческий святой так и что у меня здесь навышивалась пам-парам-пам как говорится так видно надеюсь видно вот надеюсь вот что у меня здесь навышивалась она вышивалась у меня здесь практически половина работы я начала его на майских праздниках было время и я просто не могла остановиться мне было интересно попробовать вот эти нефритовые камушки натуральные разные попришивать бусины хрусталь и я взялась за эту работу и знаете вот несколько часов просто не могла остановиться шила 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 у меня за три дня вот я его вышивала у меня просто даже опухли пальцы приехала на работу знаете вот действительно болели руки первый раз от такой наверное насыщенной интенсивной вышивки но процесс очень увлекательные здесь интересное сочетание техник и структур ну давайте все по порядку я буду стараться показывать вам освещение не знаю может быть у меня не самое удачное ну что можем значит по краю по бордюру у нас идут вот такие бусины видите дальше это у нас нефрит мне очень понравилось выполнять вот этот элемент называется шишка сначала мне казалось что будет все так сложно как же я с этим справлюсь но здесь такая подробная инструкция все так просто ну элементарно даже вот первый раз вы будете вышивать нет никаких сложностей вот как выполняется шишка пришивается вот такая бусинка большая а сверху по кругу оплетается еще вот три ряда разных бисеринок стараюсь вот так показать вот видите очень легко быстро получается красиво эффектно мне понравилось вышла первую шишку и все я поняла что мне очень нравится я дальше пошла вышивать вышивать единственная может быть сделала ошибку но это не самая грубая ошибка просто как бы рассказываю вам мой опыт чтобы тоже вы могли знать если будете вышивать такие наборы я сначала сначала вышивая сначала бусины и бисер вот трунцал который здесь я уже его вышивала потом я знаете как-то побоялась начинать с трунцала решила попробовать сначала пришить несколько бусин бисерин посмотреть как это и даже не могла представить что меня так увлечет и я не смогу просто остановиться от пришивания всех этих красивых камушков и уже когда я тут все навышивала вот это все было вышито я поняла что уже тянуть то некуда нужно даже перекручивать а у меня трунцал не пришит к счастью на канале образовками есть мастер-класс как работать с трунцалом кстати трунцал с ним оказалось работать очень очень легко я посмотрела это видео и просто стала выполнять так как там показано начала вот отсюда где ничего не зашито думаю ну первый пришить просто посмотреть как у меня получится вот он первый трунцальчик у меня пришит и все и дальше я пошла вышивать сюда какие-то места не очень удобно его прокладывать но я вам скажу мне не составило никаких проблем его под уложить между бусинами приподнять какую-то бусину неровной формы вот эти камушки поэтому их очень легко можно приподнять и подложить и трунцал и пришить его несколько дней я пришивала только трунцал вот сначала сверху и пошла вниз вышивать потихоньку вышивать вышивать идти вот по кругу по кругу все все что смогла вот здесь факел вышла трунцалом вот это все трунцал и начала уже ним вышивать но здесь наверху мне не очень удобно стало я вот вышла сколько смогла решила немножко переключиться на другой материал и вверх дошли уже потом здесь тоже будет шапочка вышиваться с тоже различными материалами интересными по типу трунцала тоже там канитель наверное называется разные тоже интересные материалы дальше я переключилась на такой толстенький трунцал пружинка крупная вчера кстати я с ним работала давайте я вам покажу материалы и заодно покажу вам свою организацию вот смотрите какая у меня организация никакая все в пакете почему так а мне так оказалось намного удобнее я вышиваю как бы по по цветам по элементам здесь у нас схема продублирована в трех вариантах первый вариант это у нас вот прям на холсте второй вариант схемы на обложке внутри вот и есть третья схема очень крупная вот она я ее вообще с ней даже не работаю тут вообще все все очень очень видно хорошо так минуточку периодически поглядываю на камеру что она там пишет не пишет вот есть у меня вот такой органайзер куда я выкладываю те элементы с которыми работаю все остальное находится в пакетах я ничего не разбираю я беру просто смотрю по схеме что я сейчас буду вышивать беру соответственно бусины бисер необходимые на этот участок могу их высыпать вот в этот органайзер и с ними работать либо вот сейчас я работаю с пакетом номер три видите здесь у нас по схеме идет пакет номер один пакет номер два пакет номер три и вот в каждом пакете есть определенная комплектация и каждый пакет вот у меня сейчас номер три давайте вам покажу номер три и здесь у нас все подписано пакет вот трунсал хотела вам показать пакет номер три номер три это значит что это будет пакет номер три мы смотрим третий номер вот обозначение трунсала и видно по схеме где этот трунсал вот эти белые такие линии это трунсал вот и я к примеру смотрю что я буду вышивать трунсал беру себе трунсал вот он и с ним работаю как с ним работать как предлагают на мастер вот у меня уже разрезано нет берем вот такой трунсал который нарезанный его нужно разрезать пополам здесь мы будем разрезать потом его немножко нужно растянуть как растягиваем вот берем просто трунсал и делаем немножко вот так вот все он растянулся видите он стал чуть-чуть побольше можно еще чуть-чуть но я сильно его не растягиваю посмотрела что мне его хватает я делаю небольшую растяжку так как показано у нас в мастер-классе надо же теперь этот тоже растянуть вот все растянулся и дальше его начинаем пришивать техника пришива у нас показано в мастер-классе но если хотите я тоже могу снять видео как я работаю с материалами с трунсалом он такой у нас очень живой пакет прячься вот и сейчас я уже повышевала трунсалом потом повышевала вот такой вот таким трунсалом вот такая вот пружиночка кстати и его в пакете было очень мало 1 всего веревочка причем очень маленькая когда увидела и посмотрела сколько мне вышивать не страшно стало думаю не хватит но я вот тоже чуть-чуть растянула как трунсал мне всего хватило даже чуть-чуть осталось вот запас такой и вот сейчас мне нужно вышивать вот такой веревочкой вот эту веревочку я немножко побаиваюсь потому что она не растягивается я не знаю хватит мне ее или нет видите тоже вроде растягивается но я не знаю надо ее растягивать или нет нужно будет как-то посмотреть еще мастер-классы и вот эта веревочка у нас и выкладываются вот здесь в одеждах видите крестики то что синим цветом так по краю все это нужно будет и шапочки вот здесь нужно будет пришивать у меня следующий элемент с которым я буду работать ой девочки как не все здесь понравилось и так влюбилась в эту фирму все это и теперь буду буду теперь все время собирать деньги на их наборы открою вам секрет мне очень сильно понравились понравилась икон на цвета троица такие цвета красивый полная зашивка девочки девочки как не все понравится так ну что я делал обзор прям все подробно вам не буду показывать что здесь в третьем пакете если вам интересный обзор там все все подробно каждый каждый элемент я показываю вот вот идите схема как мы выполняем шишку но все есть все подробно все хорошо материала классный я в полном восторге вы себе не представляете как я полюбила этот набор и вы знаете вот у меня на рамке я вышиваю вышиваю потом в себе ставлю на стол на на тумбочку и вот хожу любуюсь что у меня уже выше там все блестит знаю вам будет передаваться этот блеск вижу что что снимает камеру очень все блестит особенно мне понравился вот этот хрусталь классный такой красивый такой блестящий и еще то что мне понравилось здесь то что здесь идет сочетание крупных бисерин и бусин и бисерин очки так постараюсь вам показать как-то поближе вот смотрите здесь в одеждах вот они бусины между ними бисерин очки видите небольшое вкрапление есть бисерин это для того чтобы было вот такой более плотная плотная зашивка потому что бусины большие они толкаются у них нет полного покрытия и вот видите бусины бисеринка поменьше бусинка вот тут тоже вот так вот добавляются эти бусинки бисеринки сочетания очень красиво получается однородная зашивка да вот эти бисеринки они не видны среди бусин но зато создают вот это плотное покрытие и вот эти капельки я уже пришила тоже поспешила нужно здесь между ними вышить золотую нить а потом уже пришивать капельки ну я под подошью под них то не страшно я справлюсь вот что еще что еще но здесь я уже первый элемент пришила вот так он пришивается видите на крестике бусинка и две ромашки вот здесь еще буду дальше бусины поэтому прижмется и будет вот так вот держаться так что еще полный восторг девочки полный восторг блестит все это интересно и у них есть не только иконы у них есть уже пошли букеты я уже букет из на них смотрю заглядываюсь конечно великолепно это все объемно все очень блестит это шикарные разработки набора не знаю как но я куплю эту святую троицу я уже себе план расписала буду собирать денежку на святую троицу обязательно вот такие вот у меня здесь новости смотрю любовь вместе с вами не могу оторваться от этой красоты но я думаю что уже я все рассказала все показала вы тоже полюбовались буду надеяться концу месяца показать вам готовый результат потому что что спешу просто мне очень нравится и самой самой хочется побольше и уделить время этой работе вот эти вот видите здесь такие звездочки это все будет золотая нить тоже нужно будет как следующий элемент это все выполнить я хочу сейчас то делать то что здесь в одежде не достает элементы и немножко перетянуть основу чтобы мне было удобно уже работать с верхней частью схемы вот так вот мой спиридон очень красивая работа но не очень любит она фотографироваться здесь фон такой зеленый матовый он очень забирает на себя свет и как бы теряются бусинки при фотографии вот живую все видно хорошо при освещении но при фото конечно чему-то съедается цвет нужно прям очень-очень настраиваться вот такие мои новости по процессам все есть покупки случилось чудо и все мои покупки собрались в один день я недавно побежала и получила такая рада счастливая давайте вам покажу что я на покупала камера пишет пишет так перед тем как показать что и на покупала хочу показать вам подарок это вот такая шкатулка это ручная роспись она достаточно глубокая эту шкатулку мне подарила жена нашего друга бываю рыбак и журналист у него есть свой ведет программу на радио о рыбалке и об охоте он знает все оружие и его 2 своих лодки для рыбалки большой специалист и ведет свою программу и его жена занимается росписью шкатулок подносов на одежде делают роспись она художница и для меня сделала вот такую шкатулку она достаточно глубокая точнее шкатулку шкатулки она покупает как материал а роспись делает она вот такая красивая бабочка поэтому сюда можно теперь что-то организовать какой-то процесс подарок поехали теперь к покупкам я сделала покупки на сайте майбобин мне захотелось каких-то простых таких наборчиков знаете легких отдыхалочек и я сделала покупки но у нас же карантин был почты работают очень сложно и посылка ко мне шла 60 дней у нас это часто 40 дней это вообще стандартно но тут на меня получилось 63 дня и там 45 дней вот так вот две посылки две покупки были в с небольшим промежутком поэтому они в общем-то как-то вместе и пришли вот показываю вам первый наборчик это у нас набор фирмы панна цапля такой цапель у нас вышивает девочка в нашем совместном проекте райский сад мне очень понравилась эта цапелька несложный простой дизайн но очень он какой-то колоритный интересные цапли такая здесь хитрая задумчивая в общем я решила себе купить размер работы 25 на 29 сантиметров в крестиках 140 на 160 23 цвета уровень сложности троечка сложный дизайн и дизайнер марина хромова очень известный дизайн фирмы панна красивая цапля красивая картинка переворачиваем и посмотрите какое отличие в основе здесь такая основа темно-болотного цвета но она мне не очень нравится я вас учатилась картинкой какая здесь такая синие интересная основа видите от photoshop фотографии что творят и такая снова здесь конечно нужно теперь думать хочется заменить на какую-нибудь синенькую основу или равномерку а у меня такой нет не знаю может быть и найдут ну подумаю в общем это снова мне не нравится честно вам скажу я в общем-то не сильно привередливый человек в данном случае не нравится ниточки здесь вот чуть-чуть видно чтобы больше информации мы не видим ну вот самое интересное то что картинка нравится вот здесь на фотографии основа мне очень нравится то что здесь не нравится ну вот как так можно было сделать обложку да ну что делать нужно перескать вот какую-то такую основу ну как шикарно смотрится правда взять какую-то равномерку не знаю буду думать 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 так еще что купил чудесная игла это у нас подсолнушки вот такие вот красивые цветочки маленький размер 15 на 22 сантиметра 19 цветов всего используется мне захотелось каких-то таких цветочков тоже думаю подсолнухи надо взять что-то такое легкое простое вот хотелось мне вот такого легкого простого беззаботного наверное я тоже люблю вышивать такие простые наборы них есть своя прелесть даже в этой пиксельности какая-то теплота и уют красивые подсолнухи вот дальше риолис это у нас как же называется дизайн не знаю не написано ну в общем размер 25 на 25 сантиметров здесь у нас мулине и шерсть и вот такая девочка под зонтом с такси давно смотрю на дизайн он такой миленький такой хорошенький такая здесь девчулечка сапожка таксик такой сидит так вы на нее смотрит возьми меня к домой дождь идет забери меня красавица на хороший дизайн такой с обратной стороны мы видим здесь у нас аида 14 каута вот они ниточки мулине есть и шерсть есть две планшетки яркие красивые нитки мне очень нравится вышивать шерстью вообще риолис люблю вот не знаю буду менять основу или нет но обязательно вышли вообще мне вся детская серия у них нравится вот этим мальчуган и девчушки всякие там есть с птичками девочка мне очень нравится ну красота может быть когда-нибудь соберу серию знаете все нравится не хватает на все время но так нравится так нравится что делать что делать дальше и это был первый мне заказ но потом я еще думала-думала на сайте гуляла-гуляла на сайте майбобин и в общем нагуляла еще два набора потому что тоже мне очень давно нравятся дизайны мухи у панны прекрасной разработки я видела в отшиве часто вышивают вот этот аметист это непростая работа на самом деле вот казалось бы по она но здесь много цветов много блендов и очень много пак стича вот здесь вот ручка по свисту в этом круге под эти все элементы все баксич все баксич 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 смотрится работа в отшиве великолепно это это шикарная работа девочки не смотрите что это панна как бы да мы думаем что наш производитель там что нет шикарная работа и там четыре красавицы у меня как-то по финансам не очень сложилось я взяла пока две вот взяла аметист и взяла себе топаз там еще есть рубин и не помню еще один какой-то рубин в общем еще две вот все эти панельки если их вышить осилить это конечно будет шикарно здесь этом круге у девушки баксича еще больше чем в аметист если посмотреть тут чуть ли не каждый кресик обшивается но ради красоты можно постараться и вот только сейчас обратила посмотрите локтем она опирается как бы на голову женщины что вот это может значить даже для меня непонятно если кто-то знает напишите очень интересно вот так с обратной стороны что он ничего не видно вот просто и да и куча ниток ниток действительно очень много и вот здесь особенно очень много ниток прям вот как вам показать смотрите какой он плотный пакет да большой ниток здесь бульон такие у меня покупки я когда получила эту посылку прям такая счастливая я прям сразу на почте открываю и сижу все-таки там рассматриваю не могу не открыть сразу набор но обычно я ему же жду чтобы он меня забрал на почту к нам про прорваться не так-то просто всегда очереди связи с карантином ждем на улице все это так сложно выхожу раньше иду на почту получаю потом приезжать может не забирать вот такая у нас история с этими наборчиками вот они не все мои покупки ко мне пришла еще одна посылка сайта 123 stitch пришла еще одна посылка сайта 123 stitch и второй раз посылку мне оставляют у нас в нашем доме у нас есть я говорила такая тумба как ресепшен где оставляют всю корреспонденцию и его второй раз оставляют там не на почте конечно у нас дверь закрывается все нормально никто не забирает мне даже лучше как-то так странно ну ладно давайте смотреть что я здесь накупила что накупила с мелочей сразу будем разбирать убирать давно хотела купить пакеты для бисера и для разных остатков а то у меня бисер и я как-то его есть конечно какие-то банки но вместо много занимают они и хранить банках сложно пакета будет лучше мне девочки подсказали что юль возьми пакеты и просто вот туда остатки сыпай я так и сделаю вот уже купила пакеты если на что наверное большеватые купил меньше пакеты покупать побоялась думаю может совсем маленькие но я смотрю что можно было бы и меньше ну ладно нормально 100 пакетов размер у нас здесь 7 и 62 на 10 и 16 сантиметров эти достаточно большие недорогие около 3 долларов что-то такое было или 280 или 3 я уже не помню но я помню что очень выгодно было я сама вот этот упаковку теперь весь бисер и остатки будут у меня порядке дальше дальше эта посылка у меня покупка затевалась именно вот ради креника rainbow геллери креника этого металлика rainbow геллери заговариваюсь уже спешу так как я вышиваю мою красавицу ангел мира и там этого металлика нужно много и вот я что купила дорогой такой девочки я уже говорила если кто-то будет вышивать этот дизайн меняйте на катушечный металлик и и все не морочь себе голову вот докупила еще три вот таких катушечки и две вот бобиночки не катушечки бобиночки две вот таких золота и ну такое серебро скажем вот потому что его там нужно много я думаю надеюсь что мне этого хватит хотя не уверена там очень большой дизайн вышивается много этим металликом представьте по схеме в две нитки а я вышиваю в одну если вышивать по схеме в 2 то вообще не знаю сколько нужно этих бобинок очень много ну в общем купила я теперь все моя красавица может вышиваться дальше докупила также к ней бисер которого мне не хватало вот почему-то у меня здесь 1 бисера 2 1 1 пакетик надо будет проверить что я заказала по моему по два всего заказывала уже а нет по одному это мелкий бисер это крупный а это но обычный да да все по всех по одной заказывала точно 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 не будем ругаться на магазин кстати посылка в этот раз пришла очень быстро я даже не ожидала что раз она ко мне прилетела забирайте а вот этот бисер я заказывала под под на специальный процесс давайте сейчас покажу уже все потом покажу какой процесс так еще я соблазнилась на набор мелхил никогда их не покупала вот вышивая девочки я смотрю мне нравится я посмотрю только открою магазин посмотрю какая цена сразу закрываю закрываю магазин думаю не ну по такой цене такие наборы покупать но тоже что не невозможно в этот раз так мне покупка была вот такая знаете все маленькое все дорогое я уже как вы знаете рукой махнула думаю а я возьму два наборчика и сделан в общем классика классичная масло масляная вот игольницу помидорку рукодельная же надо же ее вышить и куда-то к себе пристроить мою клумбу можно сделать какую-нибудь булавку длинную не шпажку а булавку вот именно вставить вот так вот она под низ уйдет такая булавка и вставлять ее в выгоднице в моей тоже можно какие-нибудь подушечки воды и это тоже можно так сделать булавочка и вставлять из магнитики чтобы это были магниты я на холодильник не люблю делать магниты поэтому скорее всего будут булавочки и не будут у меня будут у меня в моих моей клумбе красивые такие наборчики дальше не могла пройти мимо я схем от кастом крафт к счастью на сайте есть еще какое-то количество можно что-то там выбрать купить дороговатые но в принципе цена подъемная не около сколько 12 долларов стоит по моему там эти схемы вот я купила индианку чем хорошо то что здесь у нас указаны все нитки дмс поэтому ой а что здесь не хватает листов так что такая хлипенькая сколько здесь листов такая тоненькая какая-то печать вот а вторая схемка здесь запаянная это вот такой вот волк тоже думала нужен он мне не нужен нужен ну красивый волк я конечно люблю парные животных ну что сделает здесь очень красивый волк я решила взять две схемочки у меня пришли с сайта тоже очень я счастлива и рада у меня такие покупки в этом месяце состоялись и приходит процесс вот он к этому процессу я покупала вот этот бисер взяла две пачки потому что сложно мне рассчитать сколько нужно этого бисера одной хватит пачки либо нужно будет еще чуть-чуть решила взять 2 пусть останется есть останется всегда можно применить каким-то мелочам бисер вот для других дизайнов поэтому сегодня завтра я займусь пришивом бисера и посмотрим что получится бисер меленький мне кажется должно быть должно быть симпатично мне так кажется ниточком у меня есть остаток этого бисера так вот есть его немножко высыпать как бы до представить как это будет выглядеть ну мне кажется симпатичным цвет он подходит заполнится будет контрастно можно будет пока даже еще вышить бэкстича из металлика подчеркнуть еще бисерами кажется достаточно симпатично смотрится в общем вот это у меня задача предстоит по вышивке этого бисера давайте собрать вот девочки такие у меня новости видите не немного повышевалась но тем не менее есть есть прогресс что-то происходит если будут еще какие-то новости обязательно буду что-то снимать хотя последнее время я честно сказать разленилась как блогер разные дела учеба тоже по работе поэтому как-то сосредоточиться именно на съемку и на монтаж сложно две недели назад ходили с мужем поднимались на крополь сняла для вас видео много материала уже две недели прошло мне ленте сделать монтаж представляете но я постараюсь как-то себя организовать тоже смонтировать вам показать это видео как мы там были как там красиво наверху акрополя вот там ходили все снимаю снимала я для вас рассказывала что знаю вот такие новости ну в общем такие мои покупки продвижения такие новости что еще хотела вам рассказать и поделиться с вами тем что смотрела в эти дни посмотрела два интересных сериала первый сериал состоит из двух серий это документальный фильм китайского производства о первом китайском императоре цинь шин хуанди я всем рекомендую посмотреть этот фильм всего две серии очень интересная информация показана его гробница но она еще не открыта просто сверху и самая главная находка это его терракотовая армия состоящая из возьми тысяч солдат созданных из глины уникальность этой армии то что каждое лицо уникально нет повторяющихся лиц все вооружены все в определенных в определенных там позах руки у них находятся держали оружие настоящая армия но самое интересное узнать подробности о незарядной личности этого императора первого императора китая который объединил на 66 стран и создал именно китай вел много новых законов реформатор много строил обогател страну в общем много много всего интересного я этот сериал посмотрела два раза была очень впечатлена второй сериал намного больше серии около 50 о внуке чингисхана убылая это для любителей дарам нужно обязательно посмотреть потому что мы в дарамах часто слышим империя юань и там цари откуда это юань как все это произошло вот именно вы сможете понять и из сериала о кубылая с первой серии скучный их нужно перетерпеть две-три мы когда там рассказывается о детстве кубылая ну а дальше уже начинаются интриги разворот сражения борьба за власть в общем дальше будет все интересно как кубылай создал империю великую империю юань которая существовала потом очень-очень много лет ссылки оставлю в инфобоксе есть интересно переходите и смотрите и если вы хотите поделиться чем-то тоже интересным пожалуйста оставляйте ссылки с удовольствием посмотрю очень люблю исторические фильмы документальные фильмы вот буду рада тоже каким-то интересным подробностям ну на этом у меня все что еще нет не все ну представляете слона то мы и не заметили перед носом у меня тут все лежит а я а я то и забыла так а где обложка неорганизованный блогер я совсем неорганизованный блогер девочки то что вы меня простите юля пытается вернуться на youtube но как-то сложно организоваться вот появилось какое-то время думаю так сейчас сяду все что есть под рукой сниму покажу и пойду заниматься делами у меня в этом месяце завершился наборчик кардинал это тоже из планов на май месяц и как только я сняла видео я очень быстренько его завершила тут вышивать нечего всего чуть-чуть подарок у татьяны и буркица набор фирмы бася арт кардинал размер работы 10 на 15 сантиметров вышивается на иди 16 каунта фирмы цвай кардинал дмс и вот то что у нас получилось я очень быстро вышила быстренько погладила сделала фотографии и вот он у меня здесь в рулончике в моем рукодельном органайзере так вот и находится уже столько времени чтобы него не забыть увидите забыла и вот я сейчас вижу я забыла и вышить бэкстич нужно будет это сейчас исправить вот здесь у меня нет глаза и вот в клюве буквально пару штрихов нужно будет доделать но это уже найти пять минут работы просто так спешила и так и хотела финиша что не заметила еще вот бэкстич вот здесь все вышит бэкстич а вот здесь я его пропустила перья крылышки все вышила вот глаз там и не забыли ну вот хорошо что сейчас я вместе с вами открыла его посмотрела и я думаю что быстренько исправлю красиво получилось вышивается очень легко прям здорово и классно тоже его нужно пустить и сделать и на мешочек из него нужно сделать пока их руки мои не дошли до до оформления время еще есть время еще есть я еще хочу что-то вышить и сходить потом к моей швеи отдать ей чтобы она мне оформила какие-то работы вот вина в текстиль вот ну что все вам тут рассказала на тараторила надеюсь вы повышевали хорошо провели время на этом у меня все желаю вам хорошего настроения до новых встреч и всем пока пока в пятницу мы приехали к морю